Владимир Лукич Боровиковский Все картины Боровиковского отличаются сентиментализмом и необыкновенной подачей света. И это все мы можем увидеть на картине «Рождество Христово». Давайте поподробнее рассмотрим эту картину. Первое, что привлекает внимание, это новорожденный Иисус и его мать Дева Мария, которая с особым трепетом пеленает свое только что рожденное дитя. Фигура Марии Иисуса подчеркнута особым светом, свечением, что говорит о значимости момента, как бы показывая, что спаситель пришел, чтобы стать светом среди тьмы. Вся картина исполнена в теплых, неброских, но насыщенных цветах. Это мы можем увидеть по одежде Девы Марии. Она облачена в светло-розовое платье с длинными рукавами, поверх которого накинут мамфорий, насыщенного, будто изнутри светящегося лазурного цвета. Она по-особому выделяется на общем теплом охристом фоне. Сверху над Марией Младенцем возвышаются ангелы. Рядом с Младенцем стоят животные, волы осел, как бы показывая на то, что больше не нашлось другого места для появления спасителя на свет. В правом верхнем углу изображено явление ангела-пастуха, сообщающего благую весть о появлении спасителя. В большом дверном проеме мы можем увидеть мудрецов, которые пришли поклониться новорожденному Христу. Художник хотел изобразить на картине трогательное материнское счастье. Размер картины небольшой, всего 33 на 44 сантиметра, но посмотрите, сколько всего автор поместил на этом небольшом кусочке холста. От картины как бы веет теплом, ощущается проникновенность момента. И мы с вами как бы тоже являемся свидетелями всего происходящего. Согласитесь, от этой картины невозможно оторвать взгляд, ее хочется рассматривать снова и снова, но глаза все время возвращаются к умиротворенным фигурам Иисуса и Девы Марии. Наша коллекция музея богата не только работами портретистов, но и выдающихся пейзажистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok